Для пенсионеров Московской области хорошая новость. С 1 августа они могут бесплатно ездить в пригородных электричках. Это решение было принято губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Ранее льготы распространялись только на инвалидов и ветеранов труда. Теперь, кроме пенсионеров, льготами могут пользоваться почетные доноры. Дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а также достигшие совершеннолетия при условии, что они обучаются очно в образовательных учреждениях всех типов до окончания ими обучения, но не дольше, чем до достижения возраста 23 лет. Также льгота предоставляется одному из родителей многодетной семьи, одному опекуну, родителям или законным представителям ребенка-инвалида и одному из родителей-инвалида с детства, обучающемуся очно по основным образовательным программам. Но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет. Для получения этой меры соцподдержки в Управление социальной защиты населения обращаться не следует. Гражданин подходит в кассу железнодорожного вокзала, предъявляет выданную социальную карту, ему ее перекодируют для дальнейшей возможности покупки безденежного билета. Оформить социальную карту можно у Управления социальной защиты, МФЦ или на портале государственных услуг. На время ее выпуска, а это от 30 до 45 дней, выдадут временный единый социальный билет и справку о льготе по бесплатному проезду на железной дороге. На основании этих документов можно будет приобрести бесплатный билет в кассах железнодорожных вокзалов. Радует, конечно. Это будет замечательно. Ну, я редко очень езжу в связи с... А так, конечно, люди будут, которые на участках садовых домиков. Это же замечательно им. Большая помощь будет. В районе проживает 72 тысячи пенсионеров. Из них 24 тысячи человек эту льготу не получали. Для многих отправиться на дачу станет гораздо проще. Те, кто, выйдя на пенсию, все еще продолжает работать, смогут значительно сэкономить на проезде. Безумно рады. Муж с большим стажем на хороших, серьезных предприятиях не имеет ничего и лишний раз на дачу не может приехать. Рады безумно. В Московской области находится больше 300 железнодорожных вокзалов. К 1 августа к перекодированию будут готовы московские вокзалы. Во всех остальных оснастить железнодорожные кассы специальным оборудованием планируют до 15 августа. Полина Иноземцева, Кирилл Гемельянов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...